доброе утро друзья смотрите какой у нас погода туман такой стоит причем где вот ничего не видно нашем городе я живу не такой туман как здесь а здесь прям подъезжаешь к городу и все я даже даже фары включала потому что очень туманно ночь ночами становится прохладно вообще ничего не видно трить ни хрена ничего не видно ни замок там внизу чуть-чуть есть видите какой туманище так вот шла я на работу но потом это все разветрится и будет будет как всегда но пока вот так работать вам у чарли я приехала валькам посмотрите здесь вот все по евро клубничку взяла посажу клубничку может вырастет вообще за кормом для чарли приехала потому что у него корма нет вот видите все вот это вот это все по евро всякие разные вещички аркампу делает так периодически можно выбирать одежда даже есть все есть по евро так а нам нужно а также и да вот кстати надо взять спаржу где можно тоже даже на ужин по евро то я всегда беру и довольно таки крупная возьму парочку разные штучки вкусные даже туда боюсь заходить потому что я все хочу потому что жрать хочу ой задело клубничку упала надо было ее в пакетик положить пакетик на общее взять где-нибудь там положить в пакетик пойду посмотрю тут что есть иногда кстати валькампу ваша не нормальная обувь попадается поэтому можно даже выбрать так не чихаем на меня пожалуйста сейчас что-то тут ничего такого интересного нету делаю опару для хлеба для тостового я утром ем тост один с творожным сыром ну и там варениц нам ли намажу вот у меня то есть завтраки такие же как и раньше поэтому хлеб закончился надо делать тост и вот что я купила спаржи представляете здесь всего 28 килокалорий на 100 грамм то есть вот в эту банку 50 килокалорий можно сожрать спокойно вот эти тоже очень вкусные это как круто фруктовый пюрешка вот и в общем состав неплохой пюре 73 процента вода сок сироп агавы то есть душ даже сахара нету в общем неплохой состав все вот по евро взяла рубль пятьдесят стоит два вот таких баклажан чикам помыла взяла это два с чем два пятьдесят по моему такой вот из фрукта взяла наконец-то они появились эти мне очень нравится ну естественно еда для чарли зачем принципе я ездила вода с лимоном минеральная закончился вот этот вот купила две штуки пускай будет наконец-то знаете крылья индюк индюшатиной индюка по-моему редко бывает потому что я последнюю опять урвала заморожу ее пусть будет мне не так нравится в духовке вообще такая вкуснятина очень понравилась еще вот я купила вот такой вот вырезка не вырезка индюшачья тоже вот из мяса здесь у меня три больших картошки и два кабачка так кабачки сейчас отправляются я фунчозу буду делать на днях поэтому вот кабачки и баклажанов да а мужу сейчас вот одну картошку пожарю кстати если вы думаете я как говорится в день готовлю два меню но не готовлю себе того на неделю кстати суп закончился надо будет сегодня суп варить а мужу готовлю отдельно не думайте что он там есть то же самое что и я кстати вот моя еда меня уже поджидает последний суп его естественно не даем потому что что-то много вот десерт который вчера делал довольно таки знаете вкусный такой можно есть и говядина вчерашняя вот ну и взяла клубничку я сейчас ее посажу смотрите какая будет может вырастет у меня клубничка фиг его знает ну и вот бумажные полотенца которые у нас закончились тоже они надо вот такие вот у нас покупочки так что я пошла есть потом пока поем как раз у меня пара за за подойдет и буду выпекать хлеб рецепт есть на канале хлеб обалденный только его и делаю покупной даже не хочу покупать так ладно надо чарли насыпать еду и сам это есть вот посадила клубничку может быть урожай будет клубнички кто знает у нас рассеялся туман хорошая погода стала так вот комфортно скажем так чучи там пытается петь что-то там заначку сделал ищешь там что-то там ищешь любит там всякие заначки делать я уже себе заварила чай вчера который покупала тропический замесила хлеб я замесила хлеб это громко сказано потом надо попозже чем на суп поставить варить кстати вот я сколько не доела там одной жижечка такая осталась очистил картошки потому что будет подходить к домой пожарим у картошки вот это же с мясом с говядиной и вот такие вот у нас будут планы а вечером нужно спать пойду за укропчиком схожу я вчера ходила за ним она сказала что сегодня привезут схожу сегодня за укропчиком свеженький будет а то что-то я знаете про него совершенно забыла вообще мне спать хочется я вчера же чай-то выпила и чё полночи я не спала какая-то потерпевшая уже не знала чего обдумать чего подумать я знаете когда не засыпаю куда плохо и сахну чтобы не думать о всякой херне я думаю вспоминаю свое детство не знаю мне такое детство было классно что вот там чтобы я не вспомнила тот был а у меня знаете успокаивает вот так убаюкивает и вот я начинаю вспоминать свое детства и вот так вот засыпаю потому что некоторые там, ой, проблемы кстати, надо попробовать, вкусно или невкусно думать начнешь проблемы, вот я пытаюсь от них уходить, думая о хорошая вода какая-то даже сладкая вот, думая о моем детстве, детство детства, и сейчас как-то спать хочется но вы знаете как, мне спать хочется, я лягу, например, в кровать и все, мне это глаза откроются, вот так по 5 копеек и уже все, не хочется спать мне кажется, крепкий чай слишком сделала какой он вкусный, тропикальный поставила картошку жарить тут у меня хлебушек с льняным семенем, вы знаете сейчас буду суп варить себе надеюсь, что это будет последняя кастрюля моего супа вот блин, тапки тапки достала а им все, как в детстве пришел вчера была неделя моей диеты результаты, значит, таковы за неделю 3 килограмма я скинула я очень довольна этому вот голодать я совершенно не голодаю нет такого, знаете, прям ну все зависит от настроя, друзья все зависит абсолютно все зависит от настроя как вот ты настроился это как бросать курить вы знаете, я когда бросила курить я вот просто захотела, я знала, что я брошу курить и все а остальные, знаете, только там а, курить, брошу, я брошу и нифига не получается здесь то же самое очень важен настрой у меня настрой был боевой я также не хочу, вы знаете, я могла бы и все эти 5 килограмм скинуть за неделю запросто я такой человек, если вот я что-то хочу то это мне вы не положь от меня, я сама как бы ну, если мне надо то я всего этого добьюсь но худеть я хочу ну, как бы не то, что потихонечку но чтобы, знаете чем быстрее худеешь тем быстрее потом за неделю все это вернется еще и пару килограммов лишних поэтому потихонечку, чтобы все вот видите, я уже и вкусняшки себе разные добавила вот всякие вот эти вот мусы пускай он там низкокалорийный вот я, например, манго съедала там в манго больше калорий, чем например, в этом мусе потому что в манго там 60 килокалорий на 100 грамм но я съедала 200-250 а в мусе там вот 76 килокалорий на 100 грамм там и нету 100 грамм в общем, это так это что я им в голову-то это калентаю, как здесь говорят нагреваю не в этом суть суть в том, что будем надеяться, что это последняя кастрюля моего моего супчика у нас выходные намечается кое-что поэтому хочу, знаете быть готовой у меня будет журтайм вот, поэтому хочется и вкусненько поесть и то же самое не набрать поэтому прорвемся, друзья прорвемся как у вас успехи? худеете? вот видите, да все делают летом к лету худеют весной, а я после лета вообще ну, когда мне надо тогда я худею главное, что, знаете помню, раньше все писали ой, да ты там туда зайди да ты там сюда зайди теперь вам стало понятно что мне никуда не надо заходить я сама могу худеть как мне надо мы на этом деле собаку съели как говорится всю жизнь ой, мне тут это невестка шлет племяшку мою говорит глянь, какая толстая как она любит кушать я говорю смотри, не раскормли а то у нее бренгены меня вот так бабушка тоже нас раскармливала знаете, ну во и вообще все говорили там ей ой, да смотри они у тебя толстоваты она говорила кровь с молотком кровь с молотком какие они у меня красивые ну вот накормила мне кажется детей нужно тоже воспитывать не просто там воспитывать да, их как бы в культуре но и также воспитывать нужно в еде показывать что нужно правильно есть а сейчас вообще эта тема мне кажется потому что все эти гамбургеры булки чипсы в общем надо быть с этим очень аккуратно и вот я только когда говорю мамам то воспитывайте своих детей давайте им овощи фрукты там я не знаю как-то чтобы они знали что есть кроме гамбургеров есть другая еда тоже вкусная и вот просто меня действительно все эти булки все это вот такая калорийная еда что в 16 лет я просто начала худеть все диеты вот так вот живем всю жизнь муж не худеет ему картошечку наделаю знаете совершенно нетрудно готовить на два блюда некоторые там это все отговорки вот да ты просто не готовишь ты вот не знаешь там вот как это так готовить там детям одно а ты ешь другое все прекрасно знаю он муж сладкое ест у него печенье разные есть вообще не тянет ни капельки и все прекрасно вон картошки я бы сама на это напиздюрилась говорят но нет но нет не про нашу честь поэтому главное настрой а все остальное ерунда лук отрезала лук отрезала что вам неинтересно буду отключаться и готовить змеиный супчик какая вкусная капуста вот такой хлебушек получился но что-то знаете вот эти все семечки льна отвалились может быть надо чем-нибудь мазать наверху чтобы они не отваливались отваливается все видите все отваливается так съем такой хороший хлебушек супчик готов хлебушек мужу значит готовил готовил картошку он мне шлет сообщение я у сестры поем ну ладно на завтра переносится его еда а может и на послезавтра вот так всегда готовишь готовишь я сейчас буду уже полничать кусочек тортика съем и кофе себе забацаю а хлебушек еще тепленький пускай еще остынет потом в пакетиках в холодильник и нам его хватит недели на две смотрите как я офигенно нанесла арбуз что он вот весь поромялся вот этими хурмой две хурмы взяла арбуз и немного слив я сейчас фруктами-то не увлекаюсь поэтому вот как бы по минимуму все по минимуму вот так вот вы знаете хотела укроп купить нигде укропа нету в двух местах была у третий день хожу к одной женщине она завтра 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 я ее же смеюсь говорю завтра завтра она такая что я могу сделать я говорю ничего завтраками меня дальше корми может быть Танька приезжала весь укроп забрала здесь у нас вот так остаюсь я без укропа ладно пойду я в душ потому что вся вот знаете у нас ветероган такой поднялся ужасный просто ветер ветер ты могуч что это на кухне стоишь в общем ветер уже сильный поднялся и у меня а когда ветер стихает вот так то жарище я вот даже с рюкзачком все не ходила ну типа укропом затарилась ага затарилась и пылища такая на лбу что хоть пилинг делает что такое что такое что так меня пугаешь так что пойду всю грязь сможет лица смою и будет мне счастье я сходила в душ и сейчас буду кремиком обмазаться кстати когда там позавчера что ли или кто Оксана подписчик написала что типа зубную пасту можно там разрезать и доковыривать оттуда я так всегда делаю я один раз посмотрела давным-давно у сестры так она делала и теперь я знаете как делаю вот так вот просто разрезаю крем вот у меня заканчивается блин да как поставить вот так заканчивается крем для глаз а там еще смотрите сколько крема мажься не хочу во недели на две хватит а потом просто вот так вот вставляю один в другой и все и вот так хранится прикольный лайфхак такой вам вот и еще можно пользоваться и пользоваться спит устал вот такие дела я буду с вами прощаться пойду сейчас себе арбузика нарежу у меня такой будет ужин вот это вот место которое помялось надо его слопать чтобы никто не заметил вот а вам всего самого лучшего и всем пока-пока он он